Сильнейшие боксеры мира. Сборная Казахстана, России, Афганистана, Украины, Сербии и даже Шотландии и Кубы. Более 200 спортсменов будут бороться за звание мастера спорта международного уровня в память о Николае Павлюкове. Жизнь этого спортсмена унесло трагическое событие. С тех пор друзья и родители в его честь организовывают турнир. После торжественного открытия приветственных слов приглашенных гостей, спортсмены вышли на ринг. Андрей Бритвин занимается боксом 8 лет. Пришел тренироваться для себя. Но перспективного спортсмена заметил тренер. Началась усиленная подготовка и постоянные тренировки. Теперь Андрей участвует на всех турнирах и соревнованиях. Наверное, вот это у меня самые значимые соревнования. Это самый серьезный турнир в моей жизни. Первый международный. Надо будет попытаться выиграть. Уровень очень серьезных соперников. Прошел сбор и я действительно понимаю, что будет очень легко. Нужно будет постараться. Турнир развивает бокс не только на уровне региона, но и на международной арене. Сборная Шотландии второй раз участвует в турнире. В прошлом году завоевали серебряную медаль. Общий уровень боксеров, участвующих в соревнованиях, очень высокий. Я действительно счастлив, что нам удалось побывать на сборах и мы участвуем в этих соревнованиях. Сергей Водопьянов вместе с погибшим спортсменом занимался боксом. Дружили, вместе тренировались. А теперь он каждый год в память своего друга помогает организовывать турнир. За развитие высоких достижений в боксе Сергея Водопьянова наградили грамотой и значком от президента России. По словам Сергея, этот турнир очень важен для спортсменов. Они проверяют все возможности боксера и качества. И уже непосредственно готовятся к главным стартам, официальным стартам. Это чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Кубки мира. И они вот здесь проверяют все свои силы. Каждая страна проверяет своего боксера, насколько он способен выступать на такого уровня турнире. 3 апреля подведут итоги. И чемпионы будут награждены кубками, грамотами, денежными призами. Лучшим присвоят звание мастера спорта международного уровня. Продолжение следует...